Блошиные рынки Все вот эти западные флюмаркеты во Франции, там уже у них более традиционно они проходят. А здесь это только начинается. Люди у нас еще имеют такой менталитет, что им стыдно выйти, продать свои вещи. Карта Сицилии. Издана 1805 год. Подлинная карта. Напечатана гравюрным способом на бумаге, которая изготовлена из тряпья еще. Это уже тот небольшой шедевр, который можно приобрести на барраколке. Интересуют предметы фольклора, книги старые и просто красивые вещи, мои девушки. Я обычно ищу какие-то материалы для своих работ, что-то разбираю, перебираю. Элементы вашей приметной шляпы были куплены также на барраколке? В большинстве случаев да-да-да. Собирал, перебирал что-то где-то. Это всегда поиск. Нашли детские игрушки, детскую посуду советского времени, энциклопедию музыканта. Теперь трудно достать на русском языке книги, а здесь вот повезло. Первый раз попал. Раньше был только в Германии и во Франции. Там побольше площадь. Ну и мне вот как нумизмату понравилось, что там можно купить монеты поштучной, довольно редкие. Здесь же они в большинстве своем альбомами продаются. Это у меня такое хобби и, конечно, радует всякие вещи старые. Не жалко расставаться с такими вещами, которые действительно несут в себе историю? У меня пятеро детей. Когда не было чего кушать, я продал такую миску, которая бабушка, ну три поколения на этой миске, ну то есть жили, готовили кушать. Нет, не жалко. Очень жалко было бы, чтобы мой маленький сынишка, ну разбил бы это посуду. Ну тогда жалко. А так я продал и за деньги купил хлеб, купил масло и все, и покушали. Нередко мы слышим истории о том, что человек, покупая какую-то безделушку на блошином рынке, становился несказанно богат. Так, например, несколько лет назад некий житель Нью-Йорка купил на местном рынке за три доллара фарфоровую чашу. Потом выяснилось, что это настоящее произведение искусства. Фарфоровая чаша была изготовлена в Китае тысячу лет назад. Ее стоимость эксперты оценили в 200 тысяч долларов. Но самое интересное, что потом с молотка она ушла за немыслимые 2,5 миллиона долларов. А вот еще один случай. Посетительница блошиного рынка в США заплатила несколько долларов за картину, которая, как выяснилось позже, принадлежит кисти французского импрессиониста Пьера Агюста Ренуара и оценивается в несколько сотен тысяч долларов. Женщина приобрела картину в комплекте с куклой и пластмассовой коровой. Все эти вещи лежали в одной коробке и стоили 7 долларов. У нас, наверное, больше шансов найти, чем в Америке. У нас же очень много исторических всяких событий происходило в Риге. Может быть, кому-то повезет, когда-то найдут хорошую вещь. Это как рыбалка. Если вы ловите рыбу, вы обязательно ее поймаете. Один мой знакомый пришел на рынок, купил кольцо. Он думал, что оно серебряное, а оказалось, что это платье с бриллиантом. И купил всего за 2 евро. Было это у нас в Риге? Да, так что это вот такой вот был случай. Культура такая, что ты можешь приобрести какую-то вещь, которой нет в магазине. Это эпоха давно ушедшего времени, которая, к сожалению, в магазине не продается. Что ищете на Блашином рынке? Хочется что-то интересное найти, такое, может быть, старинное, необычное. Вот купили карту раритетную. Карта 1937 года, туристическая карта Латвии. Мы купили пластинки Элвис Пресли, Лед Зеппелин и Пинк Флайт. Да ничего не ищем. Вот пришли посмотреть на юность свою. Вдруг что-нибудь еще увидим такое, что совсем заностальгирует, а купим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова